а ты не идешь против нацизма и фашизма нет я за за нацизм и фашизм то есть антифа это твои враги да то есть ты как бы нацисты фашист правильно получается ну как правило в истории фашизм без нацизма не может ну да да ну то есть ты являешься как бы и тем и других правильно да очагов тв представляет ну ближе ты нравится то заняться вы что блогеры что ли нет а чё у вас такой микрофон защитой со всеми делами это не защита это пол фильтр да для чего вы поплевываете так чтобы защищать затем затем вам поплевывать или этот нож да я пошутил это было шутка а ну тогда ответь серьезно для чего вам эта защита нужно чтобы разговаривать допустим с вами разговаривать допустим с какими друзьями да ну смотри почему я с тобой разговаривали у меня нет такой фиг и все нормально для вас нормально а что для вас не нормально когда без этой штуки вы разговаривали плохое качество микрофон например ага да 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 вот этот вот фильтр он конечно качество улучшает микрофона я понимаю мужчина вы сейчас сидите уже с наушниками да а мы с микрофоном хорошо в чем ваш посыл я хотел спросить для чего вы прибамбаться для микрофона покупаете сегодня блогер и тут и оба он в комплекте шел а он в комплекте шла зачем вам то штативом вот такой микрофон который так двигается купили бы простенький там какой-нибудь чтобы он падал каждый раз чупал жизни стоял на столе стоял на столе обычно вот такой микрофон покупают люди которые используют каких-то профессиональных целей классно ну так в каких профессиональных целях мы его использовать вы такие мужчины другие опять эти на вопрос чего кто мы тут тугие говорю такие нет нет не тупые тугие насчет тупые я еще не выяснил может быть это еще будет да 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 пока тугие ответьте на мой вопрос посмотрите а мы покупаем микрофон для улучшения качества игр мы хотим поиграть с ребятами скажи что вы геймеры вам для этого нужен более не менее качественный микрофон хорошо так ну и по крайней мере для того чтобы людьми людям было проще приятельно вообще на любые абсолютно я здесь общаюсь на политические темы а вы на любые но но нет да это к нему это не ко мне ради бога к нему я не возражаю вроде вас матом не ругается не кричит там на вроде так как собеседник может быть даже нормально сейчас но ты узнаем а почему к нему вот ты аполитичен совсем что ли да а он наоборот или своя идеология взгляда на мир а у него ее нет вообще да нет больше не люблю к этому не люблю об этом учатся не вижу смысла никакого данного обсуждения то есть ты в этом плане более аморфная ты более такой пассионарный да да вот слушай какие у тебя взгляды вот как какова твоя идеология которая так сильно отличается вот от твоего товарища у меня вообще большая часть идеологии приходит к национализм а я что-то так и подумал я так и подумал внешний вид как у этих самых как они называетесь там скажи скинхеды да типа скинхедов да да я можно и так сказать о скинхеде слушай а вот смотри как ты думаешь скинхед это националист или нацист ну подразделения скинхедов вообще множество они разные и все это вообще прошло с англии 69 года я по неважно откуда это пошло мы сейчас говорим на данный момент разделяются на множество групп подвидов вот по месте националисты фашисты там антифашисты под видов популяции до антифа разве это скинхеды антифа это также скинхеды а серьезно да ну которые идут против нацизма и фашизма а ты не идешь против нацизма и фашизма а нет я за за нацизм и фашизм то есть антифа это твои враги да то есть ты как бы нацисты фашист правильно получается ну как правило в истории фашизм без нацизма не может ну да да ну то есть ты являешься как бы и тем и других правильно да то есть ты ты знаешь что такое мельчаков алексей до мельчаков мельчаков а или или мельчаков я не помню или мигерами что-то я суши вылетела из головы я слышал слышал но именно прямо нем я не узнал по моему мельчаков он говорил конкретно вот на вашем телевидении на одном там из больших каналов ведь я нацист ведь могу себе кинуть если хотите ну то есть он твой получается соратник можно и так сказать но он больше относится к подразделению дашь эрга русич да он не относится а он его создал да это ты уже загуглил частом твой товарищ нет нет а как же ты тогда сказал что ты не знаешь кто это такой просто фотки просто фотки ну вот там написано дашь эрге русич и вы прочитали они мнения не просто я просто по фамильному бывает не воспринимаю кстати скажи мне он мельчаков до через и да вот вот слушай а ну то есть ты считаешь нацизм нормальная идеология отвечающий современному миру там люди относятся а это уже как люди относятся вот своей стороны я считаю это абсолютно нормально ну слушай вот является ли частью идея идеологии нацизма истребление каких-то народности или национальности это уже абсолютно не обязательно этого давайте вам пример приду вот у есть большая семья да я вот у меня там мать-отец старший брат сестра и вот например там соседнего дома там есть у меня подруга мама и да вот это почему я должен любить всех одинаково я люблю свою семью больше чем остальных то есть я свою родину люблю намного больше чем абсолютно другие расы другие страны и я считаю более нормальным то что я считаю себя националистом свободно причем открыто за свою страну за свою родину то есть почему я должен любить других больше чем себя и свою родину ведь речь не идет о том что ты должен кого-то больше любить чем себя это абсолютно нормально когда человек любит себя больше всех а потом уже близких себе людей допустим в плавно отнесемся к тому как я буду вообще относиться к людям да смотри ну смотри давай по поводу истребления раз это абсолютно обязательно хорошо что такое тогда нацизм дай мне определение национализм это нет нацизм и нациализм это абсолютно разные вещи ты их в одну кинул тарелку ты путаешь это абсолютно разные вещи ты гуглишь да давай загугли что такое нацизм и и прочитай мне и объясни как ты это понимаешь где google ну где на компьютере клещу чем ногами ну чем только что ты это делал но зачем ты рассказываешь ну давай как как ты понимаешь что такое на цвет ну именно своя точка зрения да как ты это понимаешь конечно я нацизм представляю как выставление своей раши раши расы выше остальных вот вот совершенно верно то есть ты считаешь свою расу но в данном случае не разу наверно то что если раз мы тогда это расизм они нацизм ты знаешь разницу между расизмом и нацизмом ну там в основе большая разница там не сильно скачет между нацизмом и расизмом расизм это по моему при ущемлении других раз но если я не ошибаюсь совершенно верно это ущемление других наций нация и раса это разные вещи раса раса грубо говоря этот цвет кожи но я так образно говорю есть расы людей до белые чернокожие но такожие краснокожие да это расы это расизм понимаешь когда ты против расы какой-то а когда ты против какой-то нации например вне зависимости от расы и даже вне зависимости от национальности это будет уже нацизм ну то есть ты понимаешь что когда ты считаешь что ты выше твоя нация твоя нация это россия правильно то есть ты считаешь что россияне как нация они не должны быть выше других наций россияне начали как придумали эту афоризм так сказать для нашего русского народа россияне россияне вот как по мне это вот просто вот отброс какие-то назвали россияне вот как свиней какие почему россияне русский народ хорошо подожди а вот а а буряты и кулак буряты якуты чеченцы они не россияне от якуты это вообще абсолютно разная вот их там назвали да у них может немножко так сказать другая другой другие взгляды там да на восприятие на название своей нации там туда-сюда вот а если сравнивать с нашим народом и они россияне ни в коем случае так я вот русский человек то есть то есть подожди то есть русские да как национальность я просто пытаюсь себя понять ты считаешь что это национальность и ты ставишь выше чем все остальные правильно да вот а слушай а вот а белорусы например мы белорусы если брать древнюю русь это наш славянский братья нет не брать древнюю вот сегодняшние белорусы русские тоже выше белорусов или нет все мы изначально были наедине я понимаю и сейчас считаю белорусы ниже твоей национальности или нет если смотреть со стороны дружеских взглядов до политических то я считаю наравне если со стороны там нацизма да я все равно буду выставлять свою страну выше другой так страну или национальность ты сейчас путаешься показать а ну вы сейчас сами сказали беларусь страну выставить а то есть все таки твой нацеп заключается в том что считает что россия должна быть над другими странами правильно да вне зависимости от национальности и россии правильно то есть это не имеет отношение именно русский ты или белорус к примеру русский ты или белорусов вообще не имеет никакой а имеет значение это русский ты или чеченец ну как сказать но это больше да чем нет больше да то есть чеченцы являются они входят твою категорию тех людей россиян которые выше всех остальных в мире нет а увидишь ты сейчас у тебя противоречит сейчас сказал что все россияне выше чем население других стран ну по значимости там вот но чеченцы они же тоже россияне значит они тоже ты считаешь выше 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 белорусов например правильно у них другие взгляды понимаете нет не у них я же твое мнение причем то они вообще про них забудь я прошу как я сейчас вообще двойно с этим выражается мне интересно о славян правильно что я сейчас вам упомянул славянский народ вот и упомянул славянский а потом соскочил на россию как страну давай значит говорить или или а славянах давай говорить или а россии как о стране многонациональной давай о чем-то одном говорить россия вы выставить ее больше да вот вы сами начали по поводу россии вот то есть тут не с россией связано именно вот то что славяне да ты считаешь выше других национальностей правильно вот идеология славянское язычество вот вот те кто славяне они ты считаешь выше других то есть например и ты считаешь своими братьями правильно славян до славянский народ то есть украинцы это братья ты считаешь своими братьями ну если вот так же как я сейчас говорил несмотря на политические взгляды там до со стороны власти то это все равно также наши братья вот а по поляки тоже ваши братья правильно но поляки да в славянские времена там длинец у нас сейчас на сегодняшний день на сегодняшний день если смотреть людей с идеологией такой же как и у меня больше относись к православному и углубляясь в русь то можно сказать да вот смотри ладно не надо никуда углубляться смотри теперь у меня такой вот самый важный вопрос ты помнишь когда президент владимир владимирович путин объявлял цели специальной военной операции в двадцать втором году не не помню но я тебя могу напомнить ты тебе 18 лет есть вообще нет еще ну ладно это было всего два года на 5 я просто напомню а может быть даже скажу может ты этого не знал я думаю ты это слышал он сказал что россия напала на украину для для того чтобы провести там где милитаризацию и де нацификацию как ты понимаешь слова де нацификация не знаю далеко где нацификация это значит убрать всех нацистов из украины для этого начал специальную военную оператор я вам пометочку небольшую сделаю давай вот так чуть-чуть там не националисты не нацист там фашисты которые настроены истреблять другие расы и которые по сей день воюет против российской федерации против их войск и знаешь он не сказал где фашизации он сказал где он сказал где национализация где где милитаризации где то есть нацист смотри он сказал где где милитаризации и де нацификация вот где нацификация де нацификация значит убрать всех нацистов не фашистов не дефашизация один нацификация как ты это объяснить что есть путин начал специальную военную операцию чтобы убрать нацистов вот таких как ты в украине ну по его словам как ты этому ну пути ну я вообще авто 6 нейтрально вот мне вроде еще родным нет карты к вот меня не интересует твое отношение к путину хоть его любишь хоть не любишь как ты относишься к этим его словам он послал войска твоей страны уничтожать нацистов на территории украины и ты сам при этом говорит что ты сам являешься нацистом у тебя не выдает это противоречие нацизм и фашизм может владимир владимирович там загвозку небольшую сделал где-то зацепился но я вам скажу что только фашисты намерены на уничтожение других рас и выставление своей расы и нации выше остальных которые пойдут против других так ты же сам только что сказал что фашизм беднацизма не бывает да говорю но если пацаны бывает беднацизма найти он он национально и потолки уничтожать не сказал что ты нацист да да нацист так путин послал уничтожать вашу армию нацистов таких как ты как как ты относишься к его словам не таких как я а когда людей а что на здесь и другие какие-то я людей нацисты разные бывают что у меня взгляд такой если у тебя взгляд нацистский так он и послал уничтожать нацистов он прибегнул к выводу того то что там происходило на донбассе там в четырнадцатом году если не ошибаюсь ну начиная с четырнадцатого года вы напали на украину да вот и там была там была конкретная проблема с войсками в ссу вооруженных сил украины и какая проблема там было азов ну то что свои же войска начали щелкать по своему же городу по какому своему а я уже не помню но они начали внутреннюю войну так и и причем тут россия и часть украины проводила голосование слнр днр по моему если я не ошибаюсь которая голосовала за освобождение украина от националистов нацистов фашистов то есть от таких как ты правильно ты же националистов причем такие как я не нападал и сказал что ты националисты и нацист правильно на украине идет внутренняя война нацисты как вы сказали дима но там где нацификации вот идут выбирать нацистов с территории украины вот эти эти нацисты начинали убивать мирных граждан своего же населения свой народ они же когда это было кто тебе сказал что они начинали убивать включаясь четырнадцатого года но тебе сказал что их убивали я сказал потому что я знаю откуда ты каком источнике какой источник у меня люди ко мне приезжают и что что они рассказывают что они украины бомбят свои же типа служить а для чего им бомбить свою территорию никто не знаю ну а ты не задумывался гражданский из гражданских никто не за тебя тоже а почему а почему сейчас не бомбят свою территорию потому что у них сейчас происходит с российской федерацией военно-специальная операция по освобождению мирных жителей украины от войск украины и националист а как ты думаешь почему например украинские войска не бомбили свои территории там арькове в одессе в николаеве то есть таких вот типа русских городах так называемых я не знаю честно не знаю вот а тебе не приходило в голову задуматься украинские войска бомбили как ты сказал но обстреливали на самом деле ваши войска которые зашли начали захват украины в четырнадцатом году тебе не приходило это в голову нет а почему тебе не приходило это в голову просто не хочешь в это верить или ты просто не знаешь этих фактов в плане то что смысле не хочу видеть ну ты ты просто не знаешь этих фактов я тебе что-то новое сейчас говорю вот смотри а если я сейчас приведу доказательства что ваши войска торглись в четырнадцатом году я сам живу в калифорнии а родом я из россии вот если я сейчас приведу доказать что российские места войска вторглись то есть начали захват украины четырнадцатом году и украинцы начали отвечать и в результате украинцы начали отвечать российские войска стреляли по украинским войскам украинские по-российским конечно гибнут люди всегда ты это понимаешь когда идут обстрелы наивные это это козе понятно вам на ветре лапшу вам навешали лапшу что там дам били бомбас и так далее прочую херню которые такие наивные как вот ты поверили причем ты себя называешь нацистом а путин подпал свои войска на очень же время нацистов там как он сказал где нацификации никаких у тебя противоречий не возникает в голове вот из того что я сейчас сказал я не солдат я не военный там да я не участник там какой-то какого-то спецподразделения да вот и помимо меня нацист который я и себя гражданский человек я не наношу вреда остальным людям есть нацисты военные они вот у них полно полномочий то есть его просто вышли тогда бах-бах-бах такой постреляли по людям там и не знаю да и ты считаешь что есть нацисты как бы хорошие есть пути и правильно грубо говоря нету нацистов хороших плохих вот они все одинаковые путин поставить их уничтожать значит ты тоже относится к тем кого путин хотел бы уничтожить правильно в плане хороших или плохих нет есть абсолютно разные люди и которые возникают воспринимают свою идеологию абсолютно я говорю про движение или про нацизм как движение там не нацисты поймите так путин послал где нацифицировать украину путин послал путин сказал то есть путин путин собрал понимаете там не знаю нет он не соврал можно просто не так сказал а он ошибся в определении да а ты сейчас его поймал на этом и и вот мы с тобой определить что он на данный момент сейчас находится фашиста на территории украины с которыми идет сейчас специально военные операции а в чем заключается фашизм людей которые сейчас защищают украину от захватчиков российских тем их фашизм заключается в чем заключается фашизм со стороны людей и которые сейчас за украину я не знаю в чем заключается именно сам фашизм я уже раз конец вот конкретно вот со стороны украинцев тем в чем фашизм украинский проявляется приведи пример вот например уничтожение другой раз вот какую расу уничтожают украинцы свою свою же разу так искал другой раз и значит не другой раз и от своей расы то есть фашизм и уничтожение твоей расы сейчас там понял что сказал не сейчас уничтожают свою же раз и это является это является фашизмом да вы мне сейчас сами сказали в чем заключается фашизм со стороны войск украины да да в чем он заключается я сейчас сказал то что у них вот так вот там немножко извиняюсь за выражение припизднуто являть идеологии не ругайся не ругайся матом вот и они уничтожают свою же раз и это является фашизмом да то есть уничтожение своей расы является фашизмом своей точки зрения определение фашизма это уничтожение своей раз вы сказали по твоей логике следует правильно вы сказать вообще с логикой не дружит вообще вы сказали мне вот вы мне сейчас сказали в чем заключается приведи мне пример фашизма который происходит в украине вот так давай приведи пример фашизма который происходит на украине приведи мне сейчас пример они Harmony сражают свою расу но другую на за мою расу на другую нацию сие какую другую национальность россию россияok не национальности россия это страна это гражданство чувак у тебя в голове такая каша это капец просто этот товарищ я думаю над тобой пока нет нет я не веду стрим я не веду стрим я не могу но ты запутался я понимаю ты не знаешь как выбраться из этого потому что и сам тебе противоречил несколько раз как минимум где я противоречился ну смотри давай я тебе расскажу где ты противоречил смотреть давать я тебя спросил приведи мне пример фашизма в украине который сейчас происходит так вот ты сказал что украинцы убивают твою расу на другую национальность нету такой расы украины украинцы это не раса что это уже чего помощи вначале я сказал что ты тугой а ты говоришь а я подумал тупой вот такая часть все больше и больше таки прихожу к выводу что ты реально тупой извини это но не ничего личного ничего личного ты знаешь вот можно тебя и так назвать как ты только что назвал кстати я с тобой согласен ну ладно не но не ругайся чего я с тобой нормально ничего себе это как я должен не ругаться когда у какой-то дядя в очках с оленем на рубашке на меня это не олень это лось лось это фирма называется амбр комби энд фич я за отечественный бренд атлетик а отечественный бренд то есть ты носишь красный большевик до трусняк блин я нашу альфа индустрию 15 понятно ну слушай я я не стример но я блогер то я записываю конечно это попадет в youtube вот так что если ты хочешь обратиться например вот смотри вот ты над нацизда российский как чтобы ты хотел послание какое только без матов без оскорблений передать людям которые по твоему мнению должны быть уничтожены где я сказал что они по моему мне не нужно быть нацизм подразумевает уничтожение других наций нет а фашизм так вот вы путаете чуваки эти два понятия нет ты знаешь что такое от какого слова фашизм произошло не знаешь нет фашизм произошел от слова вашего это итальянское слово фашизм зародился в италии не в германии вот от слова вашего он переводится как пучок то есть вот когда все вместе фашистская идеология это идеология когда идеология выше цены человеческой жизни то есть люди готовы за идеологию жертвовать за идеологию а проявлять проявление фашизма самое уродливое именно заключается в нацизме то есть истребление других наций гитлеровская германия у нее была задача они это декларировали уничтожение евреев цыган и славян будешь смеяться я не буду смеяться но ты знаешь об этом так вот так вот гитлеровская германия войска это были нацисты ты нацист не может против нацистов и против нацизма ты и есть тот самый нацист понимаешь ты есть тот самый нацист у тебя тебе скидка конечно сколько лет вообще ты сказал 18 это сколько теле интересно ну на ваше усмотрение мы все угадать я думаю что я тебе 1617 если нет 18 нет что меньше что ли тебе меньше чем 16 лет но ты выглядишь старше не но тогда понятно что ты еще ребенок совсем поэтому у тебя нихрена не не вяжутся не мысли ничего поэтому ты такой туповатый немножко еще но нет нет не туповатая примитивный недалекий просто не хватает ума просто в силу возраста наверное да это просто вы тепленький ну понятно что вы сейчас начали на меня нет нет я ставлю не оскорбляю если я пытаюсь я пытаюсь выяснить что я с вами до 1 нормально общался а я я с тобой сейчас нормально общаюсь просто смотри у тебя противоречий было столько вот этому чуваку который рядом с тобой тебе сколько лет тебе ж но больше 20 правильно 14 14 подожди тебе 14 секунду секунду мнение если ты хочешь документ ладно я тебе поверю так не на ней на дату на дату только дату да ладно не надо не надо 414 а фонарей блин то что-то у меня у меня с восприятием счет неправильно я думал тебе сто процентов за 20 а вот этому челу я думал ну лет там 18 может а фонари корнись ошибся я ошибся не ну тогда тогда вы дети просто понимаешь но тем ну может быть с вами еще просто не все потеряно смотри вы еще просто не знаете многих вещей вам надо почитать вот если ты не отрицаешь если у тебя знаешь как вот open-minded это английском говорят еще у тебя ум открыт к восприятию знаний если его не закрыл какими-то шторами до навязанную тебе там пропагандой российской и так далее то тогда может быть с тобой еще не будет все потеряно посмотри кто такие нацисты посмотри что они творили и и так далее и так далее ты поймешь что нацизм это не то что этим гордиться нельзя это это одно из самых страшных явлений человечества но выступала против уничтожения других как против за уничтожение других раз но за это как я что ну ты не знаешь что нацисты в германии именно уничтожали другие нации это их целью было уничтожение других наций национальная фашистов фашистов нет это нацисты нацисты по 6 был в италии но итальянцы они нацистами не были нацизм это концлагеря когда сбегали в печах людей живы живьем вот это нацизм этот это то чей идеологию ты поддерживаешь я надеюсь что просто по незнанию ты просто не понимаешь ты считаешь это круто быть нацистам там и так далее и считаешь это круто понимаешь это не круто я не считаю это круто если ты не считаешь круто почему же ты поддерживаешь эту идеологию а то есть и тебе нравится то что хреново да это еще одно такое противоречие у тебя хорошая для кого как какую противоречь но ты сказал что тебе нравится ты еще сказал тебе нравится то что хреново то что хреново то что тебе не нравится тебе нравится то что тебе не нравится поднялся не говорю но я делаю логические выводы из твоей риторики ну вот вы сейчас ведете там прямую трансляцию на youtube я не веду я не веду я сказал я не веду трансляцию я записываю я сейчас ты не в эфире это 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 не прямая трансляция вот когда вы выложите и начнете там до монтировать вот тут посмотрите наш полный диалог я не я как я монтирую знаешь как я просто вставляю там начала там текст и в конце там музыка все я не буду снова прокручивать весь мне больше делать нечем и собой уже беседуем почти 40 минут да да нормально время летит летит быстро да я не буду докручивать я не буду проверять там вот как есть она все выйдет я не буду ничего не вырезать не там это не запикивать понимаешь потому что и спасибо хоть не сильно матом ругался понимаешь вот все как-то старше это тоже поможение да не но это не имеет значения старше младше у человека уровень только я уровень культуры человека понимаешь есть понимаете уровень культуры сейчас вообще ни на что не влияет именно зависит человек который какого воспитали родить так это и есть уровень культуры в результате воспитания из какого из какого-то города кстати я из города москву а ты из самой москвы прямо да ну ты знаешь это не мудрено потому что скинхедов движение по москве и зародилась да нет нет а где зародилась ну изначально нет в россии ну я про россию а в россии то в москве по моему да вот эти все русские марши там и так далее да ты же как бы сторонник этих русских маршей ну я к нему сам не отношусь у меня просто идеология к лимонов там ты знаешь какой лимона лимонов лимонов да ну блин я не знаю мне кажется ты как-то вот эти русские русские вот эта русскость движения русская ты как дмитрия боровикова нет не слышал и сака я знаю тесак помнишь как тесака пример но тесак да он известная личность лимонов более известная лимонов это один из идеологов вот вашего вот такого дмитрий боровиков тоже руслан мельник я не знаю кто такой дмитрий боровиков вот потому что на самом деле интересно будет в интернете можете почитать зачем мне это самое интересное мне было это то что ты сказал что ты на нацист и при этом не можешь понять что путин послал якобы как нацистов которых он нашел в украине убивать понимаешь и у тебя не возникает противоречия блин вот это клад конечно это это 5 баллов это ты чем сейчас мы с вами да мы я просто как бы резюмирую то есть подвожу небольшой раза три четыре сказали да я подвожу небольшой итог и заодно делаю акцент потому что это и есть вот как красной нитью акцент нашей с тобой беседы по крайней мере я так пытался его построить чтобы на этом акцентироваться потому что для меня это самый серьезный и насущный вопрос ладно слушай еще раз повторюсь напоследок уже будем прощаться то вам что вы еще дети вам скидка конечно но это ну страшно слышать то что вот твою риторику мне страшно слышать вот страшно слышать реально ну вот по всем тем причинам которые мы уже обсудили не хочу сейчас по второму кругу идти потому что нацизм это страшно это ужасное международное преступление которое было служено всем миром эти всех нацистов повесили их повесили их вздернули все за нацизм понимаешь и после этого страна потомки вот твои там про прадеды которые воевали то может быть за советский союз вот они сейчас просто в гробу переворачиваются и своих правнук или там то у тебя это самое вот вот такие вещи сейчас заявляют вот так а ты девятая моя празднуешь скажите алексей мельчаков ну мельчаков на нацист он убивает сейчас ком он он садист он не только нацист он садист он там типа отрезал голову там щенку или котенка не помню на камеру он садист и убийца он кайф получает от убийства и ваша страна поддерживает нацистов и сама посылает наделать а как у к нему то есть мельчакову с как тебе сказать с брезгливостью с презрением просто полу раздавленный какой-то ядовито и блин мерзкой букашки вот так и к нему отношу то есть фу да фу это очень мягко да может конечно фуда может сказать что так как не ругаться и не не оскорблять отдавать сейчас моментик можно сказать кому мельчакову так я сказал ну сейчас мы сейчас можно поругать нет нет матом я не буду ругаться я же высказал как их него отношусь я к нему отношусь настолько плохо насколько это вообще возможно относить вот так я отношусь к мельчакову садист убийца нацист что еще сказать этого достаточно понимаешь при вот этих слова чтоб человека охарактерио чтоб весь мир к нему относился как просто куску конченого дерьма понимаешь вот и все только вот к этому как вы сказали куску конченого дерьма сейчас равняется абсолютно такого поколения да 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 я я не спорю я с тобой согласен и это страшно это нацистское будущее россии и значит я наверно этот ролик примерно так и назову нацистское будущее россии потому что это 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 страшно то россия стала явно стал нацистской страной и твое поколение тоже становится нацистами на ровном месте то есть у вас нет своего я своего поколения буду воспитывать абсолютно не так то есть у тебя дети не будут нацистами да нет а почему ты тогда сам придерживаешься этого а детей не хочешь чтобы они стали нацисты как это объясню еще одно противоречие у тебя но чувак у тебя много красиво речи по крайней мере тебе спасибо что ты не не ругался не не кричал там с россиянами сложно диалог вести но ты меня услышал я тебя услышал я я пойду дальше канал называется очаков т.в. ой не уходить пожалуйста можно сейчас да находи конечно подпишись и поставь лайк почитает лучше почитай про себя комментарии кстати я думаю будет очень много и напишешь обязательно я может про вас еще слушать ты напиши что ты герой этого ролика тебе зададут вопросы может и на них ответишь знаешь как это очень интересно всегда читать такие переписки а все я вас по я вас узнал узнал это как понять а ну вот то есть вот специально да вот крутился крутился но не так не ответил ну конечно у вас за этот десантник пойман на ложе конечно лучше любите только людей лошадо на камеру ну я без я в принципе не удивлен я беседую я беседую с россиянами и показываю своим зрителям с русским народом почему россияне почему россияне потому что еще раз тебе скажу россия беседует с россиянами в россии живет блин сотни разных национальностей понимаешь ну вот я вот сейчас вот стойте сейчас видео например вот любой да вот сидят там взрослые мужчины да вот с вами там поболтать бам десантник пойман на лже многократно ну зачем вы лидеры для чего вы это делать а для того чтобы для того чтобы показать точность сегодняшней россии агрессивной фашистской страны нациз выиграть ваш которая которая сейчас убивает на чужих территории выставляете дебилами извини они сами себя выставляют дебилами я сейчас вам могу почитать название ваших видео пойман на лжи свисошник но если он реально пойман на лжи то что я должен написать крутился крутился но не так ответил курский перепродавец язык толстого конечно вы чего вы просто можете люди лошадь тук да не толстого желтал слова язык толстого ну и толстого толстого ладно слушай в общем нацистская будущая россии примерно так плюс-минус я думаю почему причем этот ролик знает когда он выйдет сегодня заходи смотри читай камера терпением зайду вот читай комменты напиши что ты герой этого ролика тебе что-то напишут или ты напиши с чем ты не согласен давай обсудим это в комментах это интересно всегда смысл него нет если хочешь если хочешь напишите там фашистской россии не хочешь не надо я что не заставляю я тебе просто предложил это я вас поймал вот я вас что он не хочет а вот вы мне сами сказали давай вот сейчас напишешь это будет интересно не хочешь не пишет ну да если заставлять не могу да хочешь напишет мы всем будет интересно и мне будет интересно послушать что ты например ответишь на комменты серьезно интересно будет а и ты не захочешь кто тебя заставить я даже могу заставить не хочешь не на весне это не надо я вы стиле это не надо не делать не сказал все давай пошел я дальше а когда видеоролика будет поскольку но сегодня сегодня во сколько ну течение давайте так скажу течение трех часов вот так вот то есть до 10 часов я думаю что до 10 он уже выйдет хорошо я обязательно зайду посмотрю давай пока ну что друзья что отказать я не знаю что сказать вообще ничего не буду говорить ролик сам за себя все говорит его риторика все говорит понятно что не вот не стыковок много блин не ладно не буду и пить или его награждать я уже в общем то все сказал что я думаю но страшно вот мне страшно да страшно за такое поколение но к счастью конечно я очень надеюсь что вот его поколение да это с таких как он но все-таки абсолютное меньшинство если это не так то тогда тогда все тогда на на россии и на ее частях там на ее центральной части с москвой в во главе да можно просто ставить навсегда наверное большой жирный крест вот так друзья вы обязательно кстати напишите в комментариях друзья что вы об этом думаете если он ответит очень интересно тоже ним почитать что он напишет но он ведь он не знаю хватит ли у него опять же не хочу его как эпитетами награждать но он еще по возрасту он мне кажется не совсем понимает что он несет потому что противоречия на противоречии ну вы все сами слышали распространяем ролик друзья пишем комментарии лайк колокольчик подписываемся на очаков тв-1 очаков тв-3 не забывая ну и до новых встреч пока до новых встреч пока